Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. Старшиня Гомельского облывы Конкаму Владимир Дворник запотрабовал узмацнить контроль за наведением парадку на земли у сельско-господарчих предприемствах. А в том, что в этой галине ситуация далекая от идеалу, можно мерковать по такой личбе. С початку года за порушение природоохонного законодательства до отказности притягнуты больше, как 800 керовников и специалистов аграрного комплекса. С ситуацией ознайомились наши корреспонденты. А дворотный бок территории, каля сельско-господарших будынков. Керовниство за района и в области тут бывает не часто, а там и парадок особливо не подтримливается. Причем, каля мерковать по наявности молодых древ, такая ситуация заховывается уже не один год. На пытание шаму, у шмат яких сельско-господарших предприемствах не наводится парадок, есть усягу один отказ – безотказность и безгосподарчасть. Причем несанкционованные звалки часто возникают навы там, где шаучура была частиня. Необходимо сказать, что большинство из нарушений, которые установлены при проведении проверки сельскохозяйственных предприятий, это нарушения в области обращения с отходами. Горы органики, складируемых в неустановленных местах, в том числе иногда и в прибрежных полосах, это наиболее часто встречающиеся нарушения при проверке сельскохозяйственных объектов на территории всех районов области. Особная тема заховывания у непростосованных местах минеральных удобрениях. Навыть не глядяши на немалый кошт, у некоторых господарках до их относятся не вельми беражлива. Некальки годы тому такие удобрения подчас поводок часто трапляли у водоемы. Коли мерковать по адносинах к кировнюков господарок, такие факты регистровались б и зараз, але у вынеку спякотного надворья уже некальки годов весновых поводок на Гомишине просто нема. Хоть у поля зроку некоторых директоров не трапляют не только пытания наведения парадку на земли, каля половы бытовых и вытворших помешканью сегодня не отповедают санитарным потребованиям. Существует душевая, но там только холодная вода. Горячая была когда-то, когда работала котельная. Поставили парогенератор и забыли провести в душевую горячую воду. Поэтому такого плана тоже у нас существуют проблемы. Комнаты приема пищи не оборудованы, гардеробные где-то не до конца, средства индивидуальной защиты, спецодежда. За порушение природы охотного законодавства только в этом году до отказности протягнуты 820 супрацовников аграрного сектора, 150 из которых непосредственно кировники сельгаз-предприемства. На этом тыдне под особистый контроль ситуацию взял старшиня областного выконаучного комитета. Прышим парадкам на земле придется займаться по усих на керунках. За пошли тыдень, например, штрафы отрымали две господарки, где не проводились работы по знишении баршевика Сосновского. Тем нерадивым хозяевам, которые не вовремя, не своевременно и не в полном объеме выполняют все необходимые мероприятия, применяются мер административного воздействия. Такие факты есть по двум предприятиям. Когда за непринятие мер предприятие, как виновное юридическое лицо, было привлечено к административной ответственности на сумму 100 базовых величин. Поколь гроши перелишить у бюджет непосредственно господарка, а ли без протягнения до отказности не застанутся и кировники со специалистами. С посылки на отсутность сродков и необходимость решать больше глобальные задачи в пытаниях наведения парадок на землю теперь приматься не будут. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания «Гомель». Выборчая кампания в Беларуси вышла на финишную промую. 6 веков распочнется дотерминовое голосование. Звороты кандидатов у депутатов и палаты представников Национального схода Республики Беларусь в эти дни можно подшить эфиры радио «Гомель-ФМ» с 7 до 8 годин ранец. Тем часам марафон перед выборных выступлений по телебаченні на «Гомельщине» завершены. Але с 1 вересня кандидаты знову з'явятся на телеэкранах и будут вести дискуссии о межах теледебатов. Яны выйдуть у эфир на телеканале «Беларусь-3». Пачаток о 19 године. Сачыця за анонсами у информационных выпусках. До інших тем. Сегодня у «Гомель» пройшло посаджение Гомельского областного совета по працонных и социальных пытаньях. На парадку дня выники реализации трехбакового погоднення поміж Абл-Выконкамам, областным советам наймальникам і об'єднанням профсоюзів за перші 6 місяців 2016-го года. Документ различен на ближайші 3 годы. Подробязністью наступным матеріалі. У составу совету виходять представники державних структур, для яких многое залежить у сфері обороны правоупрацуючих. Почас посадження було підкреслено особистом. Проблемних питань уня мало. Незадача совета не обиходять в острые вуглы, а на дворот шукать махчимые резервы і шляхи поль обшення становища. Серед проблемних темп, амери заработной платы і питання є свої часовой выплаты. Заховання потребування упрацованного законодавства, особливо під час проведення оптимизации, а так само о каличності, зв'язані з полной реалізацією коллективних договорів поміж наймальниками і работниками. Оборона економічних і соціяльних інтересів працюючих прописана у пунктах трохбокового пагаднення поміж обласним виконавчим комітетам, обласним союзам наймальників і об'єднанням профсоюзів. Чим більш тісно наладжено взаємодіяние, тим більш поспіхів у варашенні набалілих питанням. Удалося сломати ту тенденцію увеличення количества работаючих в неполному режимі рабочого времени. Эта цифра, если в прошлом году на этот период було порядка 131%, сегодня она порядка 94%. В целом я доволен в плані конструктивізма. Якщо говорити объективно, то, конечно же, в вопросах своевременності выплаты заробітной платы, реальні заробітной платы, соізмеряє її з потребітельській корзіною, конечно, многие вопросы требують, так сяде, серйозно відповідної роботи. У якості становчих прикладів сумісної роботи поміж вертікальній влади, союзам наймальників і обласним об'єднанням профсоюзів называються такі відкриті акціонерні товариства, як Гомельбудматериалы, Решетський мітизний завод, Гомельшкло, Гомельський хімічний завод. Там, де є розуміння і консолідація намагання у всіхуддельників процесу. Там і вийніки відповідні. Понимаєте, де є совмєстна робота, підприємання, руховодство і профсоюзного комітету, там баги вещи і баги проблеми, вони не згаджуються, вони не ретушуються, вони просто, в общем-то, при нормальному роз'ясненні, при нормальному підключенні к цій темі, в общем-то, людей, щоб люди владели цей тем, а не баги проблеми вже в совершенно другому форматі звучат і знаходять рішення з учетом ініціативи самій адміністрації. Наталія Ігнатєнка, Максим Савін, Євген Макеєн, Кателі, Радио, Кампанія, Гомель. Сьогодні у Гомелі підвіли выніки підріхтовки школ до нового навучального года. 1 вересня у обласным центру за парты сядуть збыш 47 тысяч вучнеў. Гэта мальна 2 тысячи більш, чим у минулым годі. Тому в установах середній аддукацій створаны 60 дадатковых класів. Усягода 1 вересня у Гомелі підріхтованы 72 школы. Акцент робіўся на створенні безпечных умов для навучання. Усі работы виконувалися пероважно власными силами наставників і за пазобюджетные сродки. На храдськім сходзі уладів і процставніков сферы аддукації обмерковувалися так само выніки выступлений гомельських школьників на інтеллектуальних споборництвах республіканського і міжнародного узроню. Тут означені высокі досягненні, а вось на централізованым тестірованні назірається невілике зниження балу. Здесь, к сожалению, есть повод для того, чтобы немножко и огорчиться, но не столько это, сколько сделать выводы, проаналізувати ситуацию і добавити. Потому що потенціал очень огромен і, безусловно, ми не можем быть там вторими, третьими, четвертими. Ми должны быть только первими. Просто сам статус областного центра нас к этому обязывает. І, наверное, не тільки середі області, в області, внутри області, але і, безусловно, середі областних центров. Сьогодні в рамках масштабной добраченной акції зберем портфель першокласніку, отбылось урочистое мероприємство у Гомельським державным театрі «Лялік». У делу ім проняли деці са шмадзетных сем'яў. Організаторам свята выступила Гомельська областная організація Республіканського громадського об'яднання «Белая Русь» сумісно з городським громадським об'яднанням «Союз шмадзетных сем'яў». Вероніка Ворошыліна, Володае подробязнастями. Лето імклива наближаецца до сваўго завершэня. Гэта знашы, што ў худким часі школьники знов отправятся у тікавы і займальныя подорожа Украину ведаў. На добрачынное свято у Гомельський державный театр «Лялік» запросили 12 децей са шмадзетных сем'яў, які сё лето збираюцца пайсти у перший клас. Для них подрахтовали портфели, наполненные самыми необходными прыладами. Организаторам мероприемства выступила Гомельская областная организация республиканского громадского објаднання «Белая Русь» сумесно с городским громадским објаднанням Союз шмадзетных сем'яў. Супрацовницца помеж ім'я ведется уже на протягу 8 гаду. За гэтый час подорунки отрымали больше як 300 децей. С момента основания нашей организации мы поздравили именно наша Гомельская областная организация около 350 децей уже первоклассников. Из них 8 близнецов. По всей Гомельской области и по всей республике проходят тату-акции, поэтому множество ребятишек не только из многодетных семей, но и из малообеспеченных. Дети, которые нуждаются в помощи, получат от нашей организации подарки. А кроме новых портфелёв, организаторы так само пропоновали детям насыщенную культурно-забавляльную программу. Будучих першоклассников очакали тековые гульни, конкурсы, танцевальный флэшмоб. До речи, яскравое шоу для запрошенных на свято детей ладили юные артисты, некоторые из яких всё лето и сами сбираются у школы-першиню. Доброчинная акция «Сберем портфель першокласснику» на Гомельшине что угодно радость сотням детей и одночасово оказывает значную подтримку у их подрыхтовцы-батькам. У нас большая семья. У меня четверо детей, три сына и дочка маленькая. Сыновья уже довольно взрослые. А сейчас мы снова идём в школу. Это весомая поддержка для нашей семьи, потому что сейчас всё довольно дорого. И любая помощь это очень важно. Доброчинная акция «Сберем портфель першокласснику» накеровано наказание до помоги семьям, яки у гэты мать по требу. Створить усё, как дети могли поспехово вучиться. Миновито тому свои новенькие пригожие портфели со шматликими необходными школьными приналежностями деть отрымали со ширыми пожаданиями поспехов в учобе, ярких ураженев и добрых сябров на шляху доведал. Вероника Ворошина, Михаил Рабков, телерадоакампания «Гомель». Пратягуем выпуск. Агрохородок Ляскавич и Петриковского района рыхтуется до проведения 4-го фестивалю этнокультурных традиций «Клич Палесе». Всю лето его проведение призначено на 24 вересня. У Агрохородку побывал Алексин Серову. Идея проведения фестивалю этнографичных традиций «Клич Палесе» належить администрации Национального парка Припятске инициатива знайшла водку, причем не только у органах улады, калі у дзенниками першого фестивалю у 2010-м были калі 6 тисяч чалавек, то у 2014-м у Трояборщ. К великим рахунку фестивалю у Ляскавичах гэта не толькі свечэння великій повагі до традиційной культуры беларусів, а лі імкнення захаваць спадщину Палесе ва ўсё ёлє енні кранутосці і шматгранності. Впервые пройдет такой конкурс-фестиваль «Перезвон талантов». Наші маленькі юні ремесленнікі прикладної творчіства буде. Ну, цель така – сохранення народних промыслів, традицій. У программу «Юлітніка фестивалю» у Воголі унесли значно коррективи, як і попередній он застанеться міжнародним. Свой удел подтвердили уже коррективи з Росії, України, Порщі і Молдовы, але буде більш тематичним. У Год культуры більш увагі меркується надати миновіця популяризации традицій і культуры Палешуков. Будет продовжена одна большая Палешська деревня. В цій Палешській деревні буде нескільки названий улиц. І кожна улица буде носити какое-то определенне названня, обряд, праздник, то есть, напрямер, улица Кермашна, улица Спаска, Ледожинна, Хрэсьбинна, Весельна. Все ці подвор'я имеють свою концепцію. Сьогодні у агрогородку Лясковича постоянно проживають кілья 800 организатори до такой массовости готовы. Урещи одна задач фестивалю развитие туризму, але не утвоюють, как не було соромно, необхідно провести значно подрихтовчую работу. На территории постоянно проводятся работы по благоустройству, работаем с населением, но в этот момент особенный мы должны с каждым встретиться и принять такое решение, чтобы, как и любая хозяйка ждет гостей, мы должны навести порядок в каждом подворье. Наши люди к этому, я думаю, всегда готовы. фестивалю Клич-Палесе принесла на дворе, вельми притяглая спякота, привела до того, что у зроюнь воды у Лязковском канале значно знизился, что поставила под погрозу идею об организации экскурсий на парусниках. У остатнем неких проблем тут не бачить. Запрошения на свято на керованы, места для подворков вызначены, и навод почались некоторые работы по установке по будову. Четвертый международный фестиваль этнокультурных традиций Клич-Палесе обещает быть цикавым и познавальным. Таким чином 24 вересня агрогородок Лязкович снова станет центром политской культуры. Чекается, что у День Камы Свято будут не меньше 20 тысяч человек. В этот день старые бабынин куфры, которые уже привезены на территорию одного из будущих подворков, в речи откроют все свои тайны. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель, Петриковский район. Лето в левшей форме. Молодежная фитнес-пляцовка под такой назвой завершила свою работу на центральном пляже Гомеля. Мероприемство на протягуся гулета ладила администрация центрального района разом с левшими фитнес-тренерами города. Фитнес-занятки проводили в рамках акции «Моёй краине». На пляцовце избирались як молодые люди от 14 до 31 года, так и больше сталаго взрослого. Хтось уже давно займался фитнесом, а лишь были и такие, для кого гэта упершиню. За увесь час проведения акции уделую и приняли каля 200 человек. Всем, кому это интересно, здесь на пляже тоже обращают на это внимание и присоединяются к нам. Мы за здоровый образ жизни, за активный отдых, за позитивное настроение летом. И нахэтым выпуск завершены. Усяго вам самого доброго и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова